Всем привет! Сегодня поговорим о новом ивенте. Хотел вчера записать видео, но вышло как-то не очень. Начнем с ивента. У нас есть обычные миссии, которые мы проходим, набираем очки, нам дают медальки. Есть у нас место, где мы можем обменять. Здесь из интересного, мне кажется, это таланты, оружие и тринкет в первую очередь. Ну и разумеется, две штучки суммона, не так много. В будущем, возможно, есть смысл еще собрать энгрейвинг, а мне 10 штучек, если вы точьтесь, и я бы дальше вкладывался в таланты, потому что вот этих материалов, талантов просто безумно не хватает, чтобы прокачать какой-нибудь талант, который всей команде, допустим, повышает на 5% физатаку или магатаку или хп. Так, что дальше? Мы дальше выбираем сложность. Для начала я бы не рекомендовал максимальную сложность, даже если вы 60 уровень, я бы взял где-то 50, чтобы более-менее ознакомиться. В чем фишка наград? Смотрите, вы проходите все миссии, тратите 120 очков энергии и получаете гарантированно 14 тысяч. Здесь 9500. Плюс у нас есть еженедельный бонус. Их два штуки. Обновляются они сандой в воскресенье. То есть в понедельник у вас появляются снова две экстра награды. Так, ивент, я не помню, две недели вроде длится. Да, две недели. То есть мы успеем пройти, ну, шесть раз, да? То есть вот эта неделя плюс еще две недели. То есть шесть раз мы получим экстра награды. Думаю, это более-менее практически достаточно, чтобы собрать абсолютно все, что нам нужно. Можно, конечно, если свободная энергия есть, дальше проходить. Как вариант, квест проходится на пятой сложности практически на авто. Ой, на четвертой сложности практически на авто. Можем мы, допустим, тратить энергию на таланты. То есть мы тратим 100 энергии, да? И получаем 9500 на 2000, ну, то есть 4 таланта. А если мы просто формим, то мы тратим 80 энергии. Ну, за 100 энергии мы получаем 2,5 таланта. Редко нам, когда падает 2 камушка, еще и падает не тот, который нам нужен обычно. Поэтому есть смысл, допустим, поформить даже больше на доп.энергию. Что дальше? Выбрали мы сложность. Вот у нас появляются 5 миссий. Так, после каждой миссии у нас идет баф. То есть 5-1 проходим, выбираем баф, 5-2 баф, выбираем и так далее. К сожалению, уже прошел, не могу показать. Самое интересное здесь. Здесь выбирается один из трех бафов, и здесь у нас голубой баф. Вот на него стоит обратить внимание. То есть босс имеет по умолчанию 60% резиста от физдефа, 60% резиста от мдефа, и 90% от пирс урона, или 95%. То есть мы должны, исходя из того, какая у нас команда, выбрать, что нам дебафнуть, на что убрать баф. То есть, либо мы можем у босса убрать физзащиту, либо магзащиту, либо пирс урон. Если у вас физкоманда, то есть нет берилы, или даже есть берилы, но больше таких магов нет, вы не играете через эду и тому подобное, то я бы рекомендовал практически всем физзащиту убирать, потому что она очень помогает. София пока не наносит много урона, да, и как-то я не вижу у нее там прям супер-супер-мега пирс урона. Может быть, в будущем она действительно раскроется, как рекомендуют в интернете. Вот, поэтому физ урон, и у нас 5,5 стадии. Опять же, не факт, что вы пройдете все с первого раза на максимальной сложности. Несколько миссий, во всяком случае, я заметил. Есть миссия с Агатой, она ходит там через полкарты, бьет офигеть сколько раз, но вообще сложно, мне кажется, одна из самых сложных. Есть Август, с ним как-то попроще. Плюс, следующая миссия, это с Магнусом. Мы часто в башню ее встречали, там темная стадия, есть где взорвать противников сверху и справа. Есть какие-то огненные маленькие плевки. Ну, наверное, помните, как увидите, вспомните. Вот она достаточно тоже простая. Из бафов тоже будут эффекты разнообразные. Самое интересное, что мне понравилось, это стендбай. Стендбай. Когда мы стоим, то есть мы ходим, не атакуем никого, не используем навык, если не ошибаюсь, то тогда у нас эффект остановки. И на следующий ход у нас бешено повышается крит, атака и тому подобное. Плюс интересный баф, например, когда вы лечитесь, тогда у вас повышается атака, там, физзащита, магзащита и так далее. Это очень подойдет Трави, Данталиону, просто когда хилка лечит, какого часто у кого есть лечит. То есть очень шикарный баф. Вот насчет физзащиты, есть еще баф, дает в начале хода 30% физзащиты. Тоже прикольная штука. Вроде как бы нам раньше особо она и не нуждалась, мы без нее жили. Но, можно сказать, в первый раунд у нас, ну, решается битва. Если Август, то он там использует свою АОЕ, влетает в вашу команду и так далее. Вот, вы пережили все удары, команда целая, вот во второй ход практически у всех основных врагов убиваете. Вот, ну, думаю, по ивенту как бы все, все рекомендации дал. Ну, и говорю, обращайте внимание на бафы. Особенно вот перед последним боссом. То есть последний босс, это не только как бы сам босс и больше никого. Нет, там несколько противников, допустим, штук 10, а может быть и меньше. Плюс какой-то основной враг, вот, как я говорил, Магнус, Агата или Август. И, как бы, ну, миссии достаточно сложные. Но если не осиливаете максимальную сложность, не парьтесь, как бы. Пройдите на четвертой сложности, подкачайтесь за недельку и дальше уже осильте все. Ну, я думаю, на этом все. Более-менее постарался раскрыть все детали этого ивента. Всем пока.